Детский музыкальный театр Изучает иностранные языки. Английский, французский, китайский. Для выступления выбрала песню на корейском. Занимается им уже полтора года. Мечтает стать пластическим хирургом и отправиться на стажировку в Корею. Но и музыку бросать не собирается. На фестивале выступила с номером «Эйфория» вместе с танцевальным коллективом «Серебряный дождь» и стала лауреатом третьей степени. Командная работа очень помогает в выступлениях, так как ты взаимодействуешь с танцорами, а не выступаешь сольно. Когда ты сольно, твоя ошибка переносится только на себе. А танцоры, они как-то могут поддержать, помочь. И тоже обратная связь идет от тебя. Ты можешь им помочь также. На «Серебряном олене» в этом году выступили и другие воспитанники «Олимпа». Лауреатом третьей степени в номинации «Академический вокал» стала 15-летняя Настя Мельник. Она представила на суд жюри свадебную песню «Северная звезда» Глинки. Настя занимается музыкой с шести лет. Начала с класса фортепиано, затем перешла на вокал. В будущем собирается поступать в ГИТИС, стать артисткой музыкального театра, участвовать в мюзиклах. Для меня музыка – это в первую очередь способ выразить себя через звук, подарить радость слушателям, которые будут меня слушать. И вообще это здорово – выходить на сцену и дарить людям радость. На третий детский театральный конкурс «Наш дебют» в Жаворонках музыкальный театр «Олимп» представил несколько спектаклей, в том числе и с участием самых маленьких артистов. «В соседнем лесном ходу нет. Опасен он для нас». «Опасен? Почему?» «Там чаще непроглядный живет мышонок, страшный зверь, лихой и беспощадный». После спектакля обязательный разбор работы. Жюри высказывает свои замечания и пожелания режиссеру. «Был мой риск, в принципе, таких маленьких детей вывести, но…» «Не-не-не, ничего никакого. Актеры – это всегда опыт». В итоге спектакль «Груффало» был признан лауреатом второй степени. Воспитанники детского музыкального театра «Олимп» были активно задействованы в постановках конкурса «Наш дебют». Одна из них, спектакль «Эдвард», удостоилась высокой оценки жюри, став лауреатом первой степени. Увидеть эту работу смогли зрители седьмого открытого окружного фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла». Юные актеры серьезно относятся к своему увлечению. «Это наш второй дом. Мы там проводим больше времени, чем вообще и в школе, и с родителями. Нам очень нравится, да. И там наши друзья – это просто семья». Кстати, «Эдвард» вышел в финал и еще одного окружного конкурса «Театральная весна», который традиционно проходит в рамках фестиваля «Искусств в ступени» в Одинцовском центре эстетического воспитания. Почти у всех ребят здесь несколько ролей. Я вспомнил, сходило солнце, смешали суммы. Белин бежал ко мне по тропинке. Верно. А Белин меня очень любил. Спектакль – первая режиссерская работа Анастасии Фадеевой. Она преподает актерское мастерство в Олимпе. Признается, что Эдвард был построен больше на интуитивном уровне, однако опыт удался. Выбор детской книги «Кейт Дикамилла» про удивительное путешествие кролика, которое затрагивает взрослые темы – любви, дружбы и смерти – оказался правильным. Главным показателем было то, что они прочитали сразу, потому что дети же обычно откладывают, я не буду читать, мне это не интересно, но они прочитали все достаточно сразу. И когда мы обсуждали пьесу, ну то есть рассказ, как-то дискуссия была очень живой, и она состоялась. И я поняла по их выражениям лиц, что они действительно им очень нравятся, что их это трогает. И как бы мы старались каждому герою и каждому ребенку найти подход именно личный, что их вот какая-то личная история в книге, они должны были это найти, за это зацепиться и через это играть. Ну где-то удалось, где-то не очень, мы в процессе. Одна из ролей в спектакле у Полины, ей 16. Театр для нее не просто увлечение. В будущем девушка мечтает стать актрисой, поступить в ГИТИС. Пять лет назад она приехала сюда из Сибири, занималась в музыкальной школе. В Алим пришла около трех лет назад, но достижений уже много. И главное – дружный коллектив. Я обрела настоящую семью, с которой я вижусь каждый день, каждый выходной. Мы на каких-то конкурсах. Мы всегда вместе, всегда поддерживаем друг друга. И это настолько бесценно, что я ни чуточки не жалею, что попала именно сюда. Кроме того, у Полины сильный голос. Она не раз становилась лауреатом вокальных конкурсов. Ребята занимаются в Олимпе актерским мастерством, сценической речью, хореографией, кукольным театром, но самое развитое направление – вокальное. Это неудивительно, ведь сам театр буквально вырос из него. Ольга Алексеевна Колдакова, художественный руководитель, занималась с детьми вокалом и ранее. Однако понимала, что для успешного современного артиста одного голоса мало. Недостаток был одного вокала, а им нужна была свобода, артистизм, все это. А одним вокалом это не сделается. Комплекс должен быть. Актерское мастерство, сценическая речь, сольфеджио, история музыки. То есть именно работа, я бы сказала, в комплексе дает такой результат. Театр появился в 2015 году. Он работает для трех возрастных групп. Младших – с 4 до 6 лет, средних – с 7 до 10 и старших – с 11 до 16 лет. Занимаются с ребятами опытные и молодые педагоги. Есть и те, кто сам когда-то занимался в Олимпе или же учится здесь сейчас. Мы решили, что именно выращенные свои дети, они больше могут дать нашим маленьким деткам развитие. И потом это вот такая атмосфера, ну я бы сказала, даже семейная. То есть они у нас друг друга любят, друг с другом дружат, очень общаются. Одна из молодых преподавателей, Анна Ловцова, занимается с ребятами сценической речью. Признается, что для достижения результата подчас бывает строга с воспитанниками. Однако, как считает Анна, это стоит того. Так как это все взаимодействует друг с другом, актерское мастерство и сценическая речь, поэтому если это все собрать и вместе вкупе, дает результат. То есть нет такого, как сидишь у логопеда, там постоянно какая-то палочки в рот или что-то такое. Нет, не настолько. У нас есть там пробки, тоже палочки, но мы их не так усердно используем. Артикуляционная гимнастика, движение на тело, раскрепощение, познаем тело, резонируем. То есть это все в принципе вкупе. Вокал, актерское мастерство, сценическая речь. Сейчас воспитанники Олимпа готовятся к масштабному отчетному концерту, приуроченному к пятилетию театра. Преподаватели дают ценные советы, как правильно чтецам представить тот или иной отрывок или произведение зрителю. Дети читают, танцуют и поют. Технические специалисты проверяют звук и примеряют на ребят микрофоны, с которыми они выйдут потом на сцену. К этому концерту дети и педагоги готовились в течение всего учебного года. Из-за пандемии мы не смогли сделать это в сентябре, но делаем сейчас. Детки готовились целый год, мы очень старались, несмотря на тяжелые условия. Тем не менее, они проделали и они, и педагоги проделали громадную работу. Программу открывают вокальные номера. На сцене как совсем юные певцы, так и уже состоявшиеся. Участие в концерте принял и выпускник Олимпа, студент второго курса Академии имени Гнесиных Георгий Михалюков. Он исполнил арию Гульгерма. Из оперы Моцарта так поступают все женщины. В этом году завершает свое обучение в Олимпе еще одна яркая воспитанница Вероника Труфилкина. Она тоже собирается продолжить обучение в профильном вузе, но выбрала ГИТИС. Мечтает стать актрисой музыкального театра. Пение и театр для меня это моя жизнь. Я посвятила этому все свое детство. Вообще, начиная с 2012 года по сейчас, я варюсь в этой каше. То есть, я этим живу уже. В Олимпе она с самого его основания. Больше всего ей нравится петь. Причем выбирает только академический вокал. И даже русскую народную песню поет в стиле оперетты. Много раз пыталась петь эстраду. Много разных произведений перебрала, пробовала, смотрела. Не мое. Вообще нет. Кстати, Вероника одна из тех, кто преподает в Олимпе. Вместе с Полиной она ведет вокальный ансамбль у самых маленьких олимпийцев. Совсем недавно в театр пришли учиться и две младшие сестры девушки. Шестилетняя Саша начала заниматься всего три месяца назад. Восьмилетняя Таня в сентябре прошлого года. Но обе девочки тоже приняли участие в отчетном концерте. Хотя и очень сильно волновались перед выходом на сцену. Продемонстрировали свои успехи в актерском мастерстве и вокальные достижения. Хоть поверьте, хоть проверьте, я кружилась в этот полчок. И поэтому, наверное, потеряла бы шмачок. Одна из самых юных воспитанниц Олимпа – пятилетняя Ева. В будущем девочка мечтает стать фигуристкой. Но уже более года с удовольствием занимается и в детском музыкальном театре. Там мои любимые друзья – Таня, Саша, Лиза и Кира. Она самая маленькая в нашей группе. Кукольный театр у нас, актерское мастерство и вокал. У Евы уже есть успехи. За год в ее копилке появилось несколько наград. Она стала лауреатом конкурсов. На нашем дебюте малышка была задействована сразу в нескольких спектаклях. Была колобком, участвовала в спектаклях «Груфола» и «Муха-Цокотуха». Вышла на сцену и сегодня. С такими малышами в том числе занимается и мама Евы Татьяна. Под ее руководством дети осваивают кукольный театр. Вообще сам кукольный театр требует таких очень эмоциональных творческих вложений. Потому что нужно создавать куклы, нужно рисовать образы, нужно готовить и танец, и вокальный. Соответственно, все это нужно в комплексе в детях взращивать. В Олимпе занимается и старшая дочь Татьяны, 11-летняя Эмилия. Самая младшая, трехлетняя Есения, иногда тоже посещает занятия. Татьяна считает, что развивать творческое начало очень важно для гармоничного роста личности. А кукольные постановки еще и полезны в общении с ребенком в быту. Кстати, очень хорошо через куклы проигрывать. Разные сложные ситуации жизненные, если вдруг возникает. Потому что через куклу проще разобраться в ситуации, нежели когда сам пытаешься. Поэтому родителям рекомендую, если возникает какая-то сложная ситуация, с ребенком можно через куклу, через игру тоже найти, разрешить эту ситуацию. В основном в Олимпе занимаются девчонки, но есть и несколько ребят. Один из них – Ислам, ему 14. Он пока не решил, кем именно хочет стать, но уверен, что обязательно свяжет свою судьбу с театром. И заниматься ему нравится. Можно выражать свои эмоции не только речью, а, например, голос, ну, типа, вокалом и в сценах, в принципе, в постановках театральных. Анастасия Фадеева, которая работает с юными актерами всех трех возрастных категорий, верит, что абсолютно каждый ребенок талантлив. При этом важно, чтобы с возрастом дети не утратили веру в себя и желание заниматься творчеством. Для меня каждый ребенок стал открытием. Во-первых, потому что актерское мастерство – это такая вещь, никогда нельзя сказать, вот сходу, это звезда. Потому что ты никогда не знаешь, что у тебя в жизни случится такого, что тебя щелкнет, и ты по-другому начнешь воспринимать пространство, сцену, материал. И поэтому мне кажется, что в каждом ребенке есть определенный потенциал и очень большой. В этом с Анастасией согласна и Ольга Алексеевна. У нас в принципе все дети очень талантливые, все очень развитые. И даже если они не будут стоять профессионально на сцене, то они будут любить музыку и театр. Субтитры создавал DimaTorzok